Gridbox Store обновился до версии 2.11.2. Конструктор интернет-магазинов на Joomla. Разработчики добавили два новых плагина. Недавно просмотренные продукты и слайдер похожих публикаций. Множество исправлений и ошибок. Ну, давайте взглянем на это обновление. Меня зовут Федор Васильев. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь нам нужно нажать макет поста, перейти в режим редактирования, так сказать, макета поста. И, по сути, в любом месте, например, можно здесь вызовем окно с плагинами, прокрутим до раздела приложения и выберем плитку здесь, плагин, похожие посты. То есть, на самом деле, вы решаете здесь сами, где они будут отображаться, в каком месте. На странице карточки товара. Здесь мы в настройках выбираем пользовательские настройки. Ну и дальше здесь я уже не буду, конечно, рассказывать все у меня есть в моем курсе, как это все настраивается. Я лишь показываю новые возможности, как их здесь применить. Закрываю окно настроек и, зажав за зеленую шестеренку, я могу поменять место положения, например, здесь. Нажимаем «Сохранить». После этого вы можете создать здесь товар, либо отредактировать существующий. Давайте зайдем в существующий товар, чтобы посмотреть. Это последовательность действий, которые необходимо выполнить. В режиме редактирования или создания нового товара прокрутите в самый низ, у вас появится новый блок. Вот здесь вот. Но он появится только тогда, когда вы выполните первый шаг, который мы с вами только что сделали. Разместите вот этот плагин. Обязательно выберите произвольные пользовательские настройки. «Сохранитесь». Только после этого у вас появится вот этот вот блок. Скажем, к этому товару, «Филадельфия», «Пицца», я хочу добавить какие-то смежные товары, похожие. И здесь представлены список уже добавленных товаров ранее в этом магазине. Вы просто выбираете, какие товары вы хотите к этому товару, так сказать, подвязать. Допустим, так. Нажимаем «Сохранить». Давайте пройдем именно в эту пиццу «Филадельфия» и «4 сыра» с фронтальной части сайта. Вот они отображаются, три товара, которые я добавил. Конечно же, здесь этот плагин нуждается в настройке. Мы видим, что картинки обрезаются. Там размер шрифтов. Это все можно подогнать, естественно, в этом плагине. Число колонок и так далее. Ну и здесь для удобства, да, не забывайте, что вы можете вот здесь переключить ползунок и переименовать заголовок этого раздела по-русски для себя. Например, «Сопутствующий товар». Здесь же в режиме редактирования карточки товара рассмотрим новый плагин. Недавно просмотрены товары. Вот здесь вот новая плитка. Выбираем ее здесь. Данный плагин работает так. Человек, гуляя по вашим магазинам, по разным товарам, вот в тот товар, к которому он перешел, запоминает система, что он там был. И ниже, вот здесь, в этом блоке, как сейчас мы это видим, примерно будет показано отображение просмотренных товаров. Естественно, также здесь вы можете все настроить. Размер там миниатюр, чтобы это все красиво смотрелось. Давайте посмотрим, работает ли он. Я сохранился, перехожу и обновляю фронтальную часть сайта. Сейчас я нахожусь на странице товара «Филадельфия». Просто я уже гулял по магазину, и у меня, вот видите, уже два ряда. То, что мы выбрали сопутствующие товары и те товары, которые я переходил. Вы просто можете перейти в категорию товаров, когда вы первый раз это настроили, и погулять по своим товарам, зайти в разные товары. Я вчера проверял, и это работает. То есть здесь уже у меня будет показываться там два товара и так далее. Здесь же в режиме редактирования карточки товара рассмотрим еще один новый плагин, слайдер похожих постов. Выбираем. И также вы решаете, где вы хотите отображать. Например, разместим где-нибудь здесь. Здесь мы в режиме редактирования ничего не видим, потому что у нас не выбрано, как это будет показано. Теги я не задавал в сортировку по тегам, то есть по тегам можно выводить здесь товары. А вот в категории товары есть. Как только я выбираю категорию, сразу и в режиме редактирования я вижу три товара. Да, конечно же, опять же, тут надо все настраивать, редактировать. Они просто здесь не умещаются в этой области, да. Здесь можно вывести там, например, два товара вот здесь или один товар вывозить. Соответственно, там как слайд-шоу, да, чтобы это отображалось. И место, где это будет выводиться. И куча-куча тонких настроек. Вот у нас с вами на странице карточки товара появляется симпатичный слайдер похожих публикаций. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Вейдинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo, например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил, вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Субтитры сделал DimaTorzok